Николь Келлер. Тайный ребенок олигарха. Глава первая. Эмма. Тихо-тихо, малыш, футболист мой, я уже встаю. Поглаживаю небольшой округлившийся животик, не сдерживая улыбки. Только ребенку, живущему внутри меня, под силу заставить меня улыбаться, заставить жить и просыпаться по утрам. Вот уже почти полгода мое утро начинается не с кофе, а с активных пиночков моего мальчика, нашего с Тимуром сына, которому мы оказались не нужны. Я оказалась неподходящей партией, и поэтому он так запросто от меня избавился, вычеркнул из своей жизни, как будто и не было тех чувств, что сжигали нас дотла, что заставляли терять разум и растворяться в них. Сейчас же только Арслан внутри меня доказывает раз за разом, например, выставляя свою пяточку, что я жива и все еще могу чувствовать. Только он заставляет меня быть сильной и сохранять трезвость рассудка, потому что я не знаю, как бы я выкарабкалась полгода назад, если бы не беременность. Сын снова толкается, и я спешу принять душ и позавтракать. Обычно после этих уже традиционных процедур малыш успокаивается, но от утреннего ритуала меня отвлекает телефонный звонок. Мстислав. Тяжело вздыхаю. Только он может звонить мне с утра. Каждый день. Просто чтобы убедиться, что со мной все в порядке, создавая иллюзию того, что мы пара. И я порой думаю, не поторопилась ли я, подпустив его к себе слишком близко, позволив случиться нашим отношениям. Доброе утро. Как настроение? Спасибо. Все хорошо. Как самочувствие? Сегодня все в силе? Я заеду за тобой в шесть. Хорошо. Я буду готова. Все в порядке, Слав. Спасибо. Как там наш спортсмен? Наш неприятно царапает слух, и я морщусь, поджимая губы. Хочется орать и в миллионный раз исправить его. Знает, что я не люблю, когда он так говорит о моем сыне, но упорно продолжает настаивать на своем. Арслан, что активно пинается в животе, мой и только мой ребенок. В отношении своего единственного мужчины я, жуткая собственница. Спасибо. У моего сына все хорошо. Пинается. Я рад это слышать. Славу не смущает то, что я все же не удержалась от колкости. От него так и разит оптимизмом и заботой, которая просто душит меня. Тогда до встречи, дорогая. Я сбрасываю звонок и перевожу задумчивый взгляд в окно. Сегодня я буду хозяйкой на открытии ресторана Славы, для которого я разрабатывала дизайн-проект. Меня преследует дежавю, ведь совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. Я была хозяйкой вечера на том же открытии, только с другим мужчиной. И собиралась я на тот вечер с замиранием сердца, чувствуя себя абсолютно счастливой. А сейчас нет никакого желания присутствовать, как будто на каторгу иду. В памяти так не кстати всплывают воспоминания темных дьявольских глаз, пронзающих душу, сильных рук, которые дарят ощущение тепла, нежности и безопасности. А еще бархатный хриплый голос, от которого хочется жмуриться от удовольствия, которому хочется подчиниться и отдаться без остатка. Стираю слезы со щек, которые, оказывается, давно текут по моим щекам. Снова. Не вспоминать, не вспоминать. Я же давала себе установку забыть этого мужчину, вычеркнуть из памяти и из сердца так, как это он сделал. Легко и непринужденно. Но, судя по моей реакции, у меня ни черта не получается. Иди ты к черту, Тимур Катыров! Зло шепчу, швыряя чашку в раковину. Я и Славе дала шанс, чтобы с его помощью вытравить из головы и сердца свое прошлое. Но, кажется, это было плохой идеей. Тимур слишком сильно пустил корни в мое сердце. Невольно мысли снова плавно перетекают к Тимуру. На секунду представляю, что вдруг он появится на открытии. Сердце сбивается с такта и становится тяжело дышать. Трясу головой, отгоняя бурные фантазии. Нет, не появится. Судьба не может снова так зло пошутить надо мной. Решительно поднимаюсь из-за стола и возвращаюсь в спальню, чтобы неспешно готовиться к сегодняшнему мероприятию. Я не хочу привлекать к себе лишнего внимания, и поэтому мой выбор пал на прямое платье до колен нежно-голубого цвета, что умело скрывает мой животик. Он у меня небольшой для моего срока, со спины даже и не видно, что я беременна. И я переживаю по этому поводу, хоть доктор и говорит, что малыш развивается в срок, и все у нас хорошо. На ноге, туфли на небольшом каблучке, волосы оставлю распущенными и слегка завью. На лице минимум макияжа, только тушь и румяна. Удостоверившись, что выгляжу отлично, улыбаюсь себе напоследок в зеркале и выхожу из дома. Слава как прислал сообщение, что уже ждет у подъезда. «Все хорошо?» Слава приобнимает меня за талию, слегка поглаживая. «А мне хочется скинуть его руку. Понятия не имею, почему я именно сегодня такая раздраженная. Все же было хорошо, и Слава мне даже нравится, иначе бы я его близко к себе не подпустила. Наверное, это гормоны». «Все в порядке. Волнуюсь только немного». Смущенно улыбаюсь, оглядываясь по сторонам. «Глупости. Все будет хорошо, вот увидишь. Да и я всегда рядом». Хоть это и не первый мой проект, который я довела от начала до конца, но волнение все равно присутствует. «От сегодняшнего вечера зависит наше с сыном будущее. Будут ли ко мне как дизайнеру и далее поступать заказы, потому что приостанавливать работу я не собираюсь. Да, у меня вроде как отношение с Мстиславом, но больше доверять и полагаться на мужчину я не буду. Накушалась». «Хеммочка, здравствуй!» Меня отвлекает жена одного из партнеров Славы, и мне приходится высвободиться из его объятий и отвернуться, чему я и рада. «Потрясающая работа! Все так продумано до мелочей, так стильно, что уверена, ресторан Славочки станет моим любимым местом. Я определенно буду возвращаться снова и снова, даже если просто посидеть». «Спасибо, Нина Марковна. Мне очень приятно, что вы так высоко цените мою работу. Это дорогого стоит, поверьте». Мы еще обмениваемся дежурными вежливыми фразами, как за спиной слышу голос Славы. «Тимур, друг! Рад видеть! Молодец, что приехал!» Вздрагиваю всем телом. Наверное, у меня выработалась пожизненная аллергия на это имя. Неплохо бы сделать прививку от него, чтобы воспоминания не накатывали лавиной и не вызывали такой шквал боли. А потом я слышу голос, тот самый голос, от которого мурашки по всему телу и тугой узел удовольствия внизу живота. Так было только с одним мужчиной в моей жизни, с Тимуром Кадыровым. Глава вторая. Эмма. «Здравствуй, Слава! Поздравляю с открытием ресторана. Достойное заведение!» «Это все заслуга дизайнера. Ее работа от и до. Мне оставалось только соглашаться и восхищаться. Идем, я вас познакомлю». Сердце пропускает удар, а потом колотится, как сумасшедшее. Я замираю на месте, зажмуриваясь, надеясь, что это поможет мне стать невидимой. Но я же ни черта не в сказке, да? И поэтому суровая реальность с удовольствием и со всего размаху бьет меня по голове. Резко оборачиваюсь, чтобы убедиться, что я все придумала. Накрутила сама себя. Выдаю желаемое за действительное. Что у меня галлюцинации, в конце концов. Но хрена с два. Передо мной призрак прошлого. Мой самый страшный кошмар. И отец моего ребенка, который сейчас активно пинает меня в печень, что хочется поморщиться от боли. Эмма, познакомься. Это Тимур, мой лучший друг. Едва я осмеливаюсь посмотреть на мужчину, как тут же натыкаюсь на темный дьявольский взгляд, который буквально ощупывает меня с головы до ног и задерживается на моей талии. Тут же хочется прикрыть живот двумя руками. Защитить то самое дорогое, что осталось в моей жизни. Но тогда я выдам себя с головой. А я не хочу и не собираюсь говорить Кадырову о сыне. Он его не заслуживает. Внимательнее присматриваюсь к Тимуру, и я понимаю, что за это время кое-что изменилось в нем. Его глаза по-прежнему темные, как сама непроглядная тьма, и арктически холодные. Но в них больше нет ничего живого. Он смотрит отрешенно и равнодушно. А раньше я могла растопить его лишь одной своей улыбкой, вызвать те эмоции, которые никто и никогда не видел от всегда собранного и держащего все под контролем Тимура Кадырова. Но это было давно, в прошлой жизни. Кадыров вновь скользит по мне глазами, задерживаясь на губах, и я машинально их облизываю. Что не остается незамеченным кое-кем. Айлин. Из-за шока и волнения я не сразу ее заметила. А вот она разглядела меня с ног до головы, и морщится, сильнее вцепляясь в локоть Тимура. И, конечно же, выставляет руку так, чтобы я заметила кольцо с огромным бриллиантом. Продолжение следует...